Доброй ночи, дорогие друзья! Врываемся мы на финал квалификаций закрытых на DreamHack непосредственно Мастер сдал 2019 года Будут нас играть ребята из команды Fury против команды E-United И, в общем-то, начинаем мы прямо здесь И прямо сейчас Студия RUHUB для вас работает Александр Захарик Думенко, буду комментировать для вас этот матч Полетели! Ну что, в общем-то Команда Fury защищается Команда E-United будет атаковать 5 в 4, уже ситуация Юра, Юра уже начинает Невероятным образом, делая 2 фрага, 3-3 ситуация Есть информация по Куперу, но бомба стоит ровно под рампу Поэтому, если дефузит Нужно обязательно прикрывать, а дефуз китов неужели нету? Нету дефуз китов И идет дефуз, дефузящий Нужно просто садиться и дефузить, сейчас прикрывать Бомбу, я не знаю вообще, если там время Время-то там есть, да, есть, конечно, время И Fury выигрывает первый раунд Друзья, доброй ночи Еще раз очень много чего есть у меня сказать Для вас информации Во-первых, начнем с того, что Команда Fury уже имеют 1-0 То есть, непосредственно Одна карта у них есть в рамках этого BO5 В целом, им осталось выиграть 2 Вот Потом, что хочется сказать Интересное решение Так как это вторая карта То это пик команды E-United И на Нике играют, разумеется, и те, и те хорошо Но не в этом-то соль Соль в том, что здесь E-United Должны были пикать в сторону И они принимают очень интересное решение Начинать не за защиту, а именно за атаку То есть, вот это тоже нужно отметить В общем-то Как факт Это нужно принять И Возможно, E-United что-то хотят Просто начать за атаку Взять парочку раундов За защиту Добрать Ну да ладно В общем-то По статистике Shell TV Карта Nuk Отлично играется И одной-другой командой Стопроцентный винрейт За последние три месяца Поэтому Поэтому Будем Смотреть На самом деле Отличные шансы есть У команды Fury Несмотря на то, что они В невероятнейшей форме Сейчас отыгрывают Все матчи Вот Посмотреть на одного Юрия Там Действительно Можно просто Просто радоваться глазу Потому что Ребята В невероятной форме Я действительно не знаю Если сейчас Вообще в целом Параллельно На Тир Три уровня Такой же Такая же Сильная команда Как Fury Тир 2 Разумеется Назвать сложновато Еще будет Команду Fury Но в общем-то С такими игроками С такими стрелками Как Юрий Как Эйбл Джей Как Ксирата Ну в общем-то Команда Fury Действительно Очень и очень Круто себя показывает И в общем-то Уже начинает Так же неплохо Со счетом 2-0 В начале Этого Дынюка Честно Вот Очень много я Видел Мне писали Кстати Писали в инстаграме Я всем отвечаю Более того Еще и Лайкаю Друзья Кто подписывается На мои соцсети В основном в инстаграме Вот можете В перерывчиках забежать Зекрэги Будет очень приятно Если подпишетесь Профили Только имейте Профили открытые Иначе Если вот Было парочку людей У которых закрытые профили Я просто не смог Скажем так Их Поставить Свой прекрасный Лайк Так Я о чем-то Что-то забыл О чем хотел вообще сказать Говорил я о том Что В общем-то А вот Спрашивали Мнение мое Друзья Я Вот лично Я считаю Что Ну это 3-0 Для ребят С команды Фурия Вот Ну лично Мое мнение Могу ошибаться Но Даже по Маввета Все складывается Невероятно Хорошим образом Для Фурии Для бразильцев Увидим Увидим Время покажет Пока что Будем просто Наблюдать Друзья И вот например Уже третий раунд Вроде как не бай А уже испытывают Проблемы ребята Из команды Фурия 4-3 в большинстве Команда Юнайтед Уже убивают И не остается Эйбл Джейк Сирата вдвоем Ну вот Этим ребятам Нужно тащить Эту ситуацию Ну и вот Вот только я говорил Как раз таки Об этом Ребята забирают Свой раунд Опять же Без всего Абсолютно Были у них Какие-то пистолеты Но только Два армора было Вот тебе И как говорится Команда Фурия Первый раунд Юнайтед И берут И давайте Глядим далее Затем Как же У нас будет Развиваться Вся эта ситуация Оставили Фурия намеренно Карту Нюк Понимая Что сигнатурочка Для команды Юнайтед Является как раз таки Эта карта Ну и особо Не хотят Сопротивляться Опять же Напомню Ребята Отлично Отыгрывают Эту карту Ну и будем Опять же Наблюдать В общем-то Игра должна Получиться Интересной Эйбл Джей Открывается Бывает одного Дали на размине Это второй раунд Для команды Юнайтед Здесь не было Закупа 2-2 Становится Счет Ну и в целом В целом Вот так вот Как-то Хорошо Вроде как Начали А потом Просто совершили Непонятные Ошибки Из-за чего И проиграли Два раунда Опять же Да Юнайтед Играют за атаку Им тут в идеале Взять Хоть сколько-то Ну а потом Просто За защиту Добрать Все остальное Поэтому нужно Здесь как раз таки Фури не ошибаться Забирать Максимум Что Можно забрать Ну и вот Арт уже Делает первый фраг Для себя В этом матче Ну и Также в этом Раунде Выводит свой коллектив Вперед Мус Пытается найти Кого-либо Немножко подпушил Находит Винни Информация есть Подсаживается Как раз таки Еще один игрок Команды Юнайтед Сейчас на Контейнер На улице Мус по-прежнему Агрессивно Отыгрывает Не находит Еще и Юрия Здесь просто Не ждали Муса Арт промахивается Совершенно Не Дефолт Для него позиции Правда Теперь вот Не промахивается Также Ксерата делает Фраг еще И по Музу Купер Ставит голову По арту Невероятные качели В рамках этого раунда Ну и по итогу Остается Ксерата против Марки Один в один Бомба Ну не на руках Но Подобрать можно Так Где у нас Отыгрывает Как раз таки Ксерата Ксерата Слышит Должен слышать Сейчас Притяжку Марки Заходит в спину Кстати ждал Этого Марки Но Ксерата Оказался сильнее По стрельбе И по итогу Своего оппонента Наказывает Третий раунд Для коллектива Фурии 3-2 Но как же Это было близко Очень близко Хорошая попытка От команды Юнайтед Ну и в общем-то С деньгами Теперь проблема У Фурии Потому что Несмотря на то Что выиграли раунд Разумеется Посеряли четверых Это грустно Это грустно Так Ну что У атаки Проблем никаких нет У арт Правда Врывается Здесь Даже скорее больше На факторе Неожиданности Сыграл И по итогу Сделал этот самый Фраг Юрий Ой-ой-ой Ошибка от Купера Должен был он здесь Забирать вбок Но просто не увидел Ксерата Ждет Я уж думал Сейчас пропустят Марки Но нет Все-таки Добивает его Спину в голову 4-2 Ну и вот С такими девайсами Конечно Команда Фурия В большинстве Сейчас для себя Вдвойно Мы должны По идее Забирать Так этот Раунд для себя Но остался Муз фудом Фуд Уже делает Фраг Поксерата Ну и разумеется Не нужно забывать Что ребята Из команды На этот уже Ну плюс-минус Разыграны Ребята сыграли Только что Бо-3 Не полноценное Было только Две карты Но все же Они сыграли Этот матч И в общем-то Сейчас уже Скажем так Прочувствовали Там свои Девайсы Мышки Ну Как это Обычно Бывает Ну что Муз Стоится 1-3 Не самая Простая Ситуация Нужно Ему тут Дерзать На самом деле Пытаться Забрать Всех Но Эйбл Джей Подбирает Калашников И Муза Закрывает 4-2 Данное Преимущество Вот уже Проявляется Такая Сильная сторона У ребят С команды Фурия Ну и Разумеется Нужно Поднимать Читы За свои Любимые Коллективы Друзья За команду Фурия Если вы болеете За них За United Если вы болеете За них Ну и Конечно же Не забывайте Поднять Щит за Безлимит Болей за своих Самым быстрым Мобильным От Мегафон Команда United Закупается До 2000 Чтобы в следующем Раунде Уже не было Проблем Тут Эблджей Который Кстати Может поставиться Потому что Нет Отходит Ой-ой-ой Какая там Хаешка По урону Залетает На всех Пятерых Ну четверых Ладно Вот вообще На улице Его Хаешка Не могла Дотронуть Но На четверых Урон Просто невероятный По итогу Эблджей Сжигает марки Сам падает Молотов Его делает Дело Самостоятельно Фу 3 хп Ну и в общем-то Падают Господа Муж Стоится последний У него Калашников Ну и Вот так вот Аккуратненько Ой Смог даже Забирает Ксерата Муза 5-2 Напомню друзья Что в рамках Этих квалификаций Которые Кстати Идут 3 дня У нас уже Европа Закончилась Сегодня Днем А вот Североамериканский Регион Как раз таки По времени Заканчивается Сегодня Что неудивительно Собственно Параллельно Еще и идет Кстати Саус-Эфрика Турнир Который Кстати Вроде там Шарксы Если не ошибаюсь Ведут Мне сейчас не видно Параллельно Но В общем-то Там тоже Интересная история Но пока У нас Восьмой раунд И команда Фурия Также в большинстве Прожали Улицу Хорошее решение По итогу Для них Оказалось Вейнс Остается Последний Это похоже На шестой раунд За ребятами Из команды Фурия Да Вейнс Есть фраг Поксираты Хп правда Остается У него 12 Этого мало Ну и похоже Что Ждет Подходящий случай Вейнс Но никто Не пойдет Из-за Ребят с командой Фурия Они просто Находятся На своих позициях Ну и банально Ждут Оппонент 6-2 Команда Фурия Выигрывает Очередной Девайс По Деньгам Там также Есть проблемы Ребята с командой Юнайтед Поэтому скорее всего Потенциально Седьмой Так вот Мы комментируем Друзья Студия Наша Рухапа Соответственно Комментирует Для вас Третий день Подряд Это финальный Заканчивающий Соответственно Это Эти квалификации На Дримхак Турнир Опять же Напомню Европа закончилась Сегодня команда G2 В финале Обыграла парней Из Авангар Со счетом 2-0 Закончилось Это противостояние Авангар Будучи В общем-то Так Начавший Турнир Весьма неплохо Все-таки Не смогли Дожать И французы Получают Слот На Дримхак Соответственно Из Европейского Региона Один Ну а Сегодня у нас Как раз таки Этим матчем Заканчивается Североамериканский Регион Где мы Узнаем Команду Который Опять же Возьмет Один Единственный Слот На Так Там Мус Просто Ссынулся Не справились Его ноги Не выдержали С таких Дистанций Ну и В общем-то Бомба Кстати стоит Что интересно Ну и В общем-то Можно постараться Взять этот раунд Хотя Сложновато Будет марки 19 хп Это вряд ли Возьмется 7-2 Друзья Команда Фурия Забирают Себе Еще Очередной Раунд Просто диффузиста Бомба Разумеется Но марки Обходят И его будут Принимать Да Поэтому На протяжении Трех дней Шла Очень серьезная Борьба Всего за Один слот Но оно и Понятно Друзья Слот Не какой-либо А на Дримхак В общем-то Очень серьезный Турнир Поэтому Сейчас Куря Максимум Показывает Ну и В общем-то Очень хочет Пробиться На Дримхак Ну и К слову У них есть Абсолютно Все шансы Друзья Являются Фаворитами И по бумаге Так же Но против них Юнайтед Поэтому Постараться Конечно Им Нужно Мус В начале Десятого Раунда Делает Два фрага Четыре хп У него остается Пять-три Уже большинство За командой Юнайтед Нужно Пытаться Забирать Т-третий Ну и По улице Бегут У нас Ребята И вот Жей открывается Находит Муза Ну информацию Должен дать Что Друзья Вы давайте Аккуратнее Тут на улице Либо они На улице Либо они Уже Пробежали Вот Фуд бежит Кстати Может по таймингу Сейчас найти Игрока Но там Спрятался Иблджей Как же Отыгрывает Хорошо И возможно Слышит Даже своих Оппонентов И опять же Очень много Информации Сейчас собирает Увидел Пикселек Откидывает Винити Смог И уходит Вместе Своей командой Видимо По точку Б Через улицу Да-да-да-да Так и будет 40 секунд Ну и Винни Позиция Ой Очень важная Позиция Здесь он может Закрыть Коман Нет Немножко Не получается Откидать Хаешечку Неплохую Но ему нужно Здесь делать Минимум Два фрага Два фрага делает Ну и вот Теперь можно Побороться Команде Фурья За этот раунд 25 секунд Откидывается Молотов От марки Бомба Еще не установлена Ну и вот Ну и вот Тейбл Жей будет Заходить С рам Пол Так Открывается Находит Купера Марки Стается 1 в 2 С установленной Бомбой Хорошей бомбой Но вот Уже Открытие Есть Есть информация Оксирата Возможно Здесь просто Не выпустят Своего оппонента Да Это фраг Но как Сейчас команда Юнайтед Проигрывает Вообще Эту ситуацию 3 в 5 5 в 3 Прошу прощения Ну вот Все было Два Опен фрага Все хорошо Вроде как Но фурия Все равно Умудряется Забрать Этот раунд Восьмой Они забирают Уже Первая половина За Бразильцами Ну и Пока что Конечно Абсолютно Ну не сказать Что Односторонние Но Мы видим Все равно Что очень много Действительно Керри У ребят С команды фурия Которые Намного лучше Себя показывают Это Стрелки Это опять же Аим Да Это тот же Юрий Был Джейк Сирата Ребята Которые Себя уже Показали На минорах На мажор Ну и в общем-то Показывают Дальше Весьма круто На протяжении Всего этого турнира Давайте смотреть За 11 раундом Друзья Юрий Подпушил Улицу Здесь его ждали Купер Остается 5 хп Арт Также падает И вот очередная Ситуация Опять в 3 Очередная Ситуация Как и было В прошлом раунде Но вот это Опять же нужно уже Пытаться Затаскивать ребятам Из команды Юнайтед Почему-то у нас Сверху названия Команды ушли Жалко Ну и вот опять 3 в 3 Как это работает Вообще Почему настолько быстро Сначала получают Одни преимущества А потом другие теряют Муз Видят Виннием Убивают его Пока что Отличная работа Кстати для Муза Очень хорошо он себя Показывает уже В начале этого нюка Давайте быстренько глянем Сколько у него фрагов 7 Да Ну казалось Что вроде как Больше Но он эти фраги Может сейчас найти Наверное И заход Будет под точку А А там только лишь Один Ксерата Был Который уже Пал Ну и тут конечно И был Жей Служновато ему будет 1 на 3 Тащить этот клатч Возможно имеет смысл Уйти на сейв Чтобы следующий раунд Провести Девайс Да Так и есть Ну и в общем то Третий Ребят из команды И на этот уже берут Это Хорошо За атаку Парочку Опять же Взять 5 Это уже будет неплохо Это уже будет играбельно Но опять же Вот против команды Фурия надо брать больше Потому что Несмотря на то Что мы понимаем Все прекрасно Да Это карта Нюк Это атака Защита конечно Берет намного больше Но это Фурия Они могут просто Задушить так же За атаку Поэтому здесь конечно В идеале для них Семерку взять Но Посмотрим Дадут ли вообще Фурия это сделать В любом случае Балжей сейчас Сейвит девайс У него 5800 Также на руках Он может дропнуть АВП например Да Так и будет Дропает он Арту АВП Покупается девайс Ксераты 4000 С Тувини Поэтому Плюс-минус Тут Раздропаются Ребята Сыграют от одного Юмпа И в общем-то Вот такие вот Неплохие Мовы Мы с вами Увидели Так Добавили нам Игры до двух побед Сверху Спасибо Еще бы название Команд добавили Было бы отлично Вообще И давайте Смотри Друзья Марки Залезает На улицу Арт С АВиком Который Дропнул Эйбл Джей Сейчас как раз таки Будет пытаться Найти фраг Находит Без проблем Опен фраг Для ребят Из команды Фурия Но Мус С этой позиции Также открывается Также делает фраг По-моему Четвертый раунд подряд Мус открывается И с этой же позиции Делает опен фраг Один и два Так Ну вот Три в три Ситуация хорошая Но Арт Опять же Не прощает Убивает Муза Бомба установлена Но Все равно Более чем Рабочая ситуация Для ребят Из команды И Юнайтед Виняти В пристройке Отходит С Ивова Купер Делает фраг По Эйбл Джею По Юрию Также прошелся Дамаг Купер убивает Еще и Арта Ну и тут Последний Конечно Юрий Сложноватый Ему здесь будет Отыграть Как бы он Не простреливал Пристройку Его здесь убьют Четвертый раунд Юнайтед И берут Чтоб ты знал С новой экономикой Проще на мюке Играть за тем Друзья Как новая экономика Вообще в целом Повлияет На игру За сторону Какой-то Определенной Карты Новая экономика В целом Повлияла На Скорее Контер-страйк Так сказать-то Без ресетов То есть Сейчас Опять же С новой экономикой Просто более Вариативны Стали действия За ту или иную Сторону Потому что Денег дали Начали давать Больше Это нож от Винни Да ладно Вот так вот Еще просто Спрятался И в общем-то Взял Пуда На ножище Ну и пятый раунд Конечно И на этот и берут Но Винни тут Полторы тысячи Себе Загреб За этот фраг Разумеется Сейчас Делать фраги С ножей Стало не только Круто В плане Зрелищности Но также Еще и В плане денег Друзья За фраг С ножа Полторы тысячи Доллара Сверху Поэтому Это прям Дикий бонус Для Винни Ну что Закупочка есть Не все Идеально Тут еще Поголовье Получает от фуда Да Но кстати 9 хп только снялось Но видимо Не в голову Туда Залетела пулька Винни Будет отыгрывать Близко Купер На улице Пытается найти СВП Кого-либо Находит арта Не смотрел Арт По этой позиции Юрий Настреливает По Винни 12 хп У него остается Отходит Немного Далее Ну и Большинство За Юнайтед Будут Видимо Заходить На Точку Точку Ам Здесь Винни С СГ У него Бомба 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 Падает Ой Ксерат Просто похоже Что делает Раунд Для коллектива Юнайтед А почему Такое решение Принимают Ребята Из команды Юнайтед Здесь просто Выход на Ксерат Который Саугом Заканчивает Абсолютно Все Ну Я Немножко Не понимаю Это решение От команды Юнайтед Вроде как Открытая Точка Б Не стали Заходить Решили Зайти Вот так Вот Через Подъем На Аплент Но Поплатились Поплатились По итогу В общем-то Раунд Команда Фурия Забирает 9-5 Друзья Первый Последний Раунд Будем Мы Смотреть Первые Половины На Соответственно Второй Карте Ну По сути Это Первая Карта Но Именно Технически Это Вторая Карта Хотя Наверное Не знаю Короче Не суть В общем-то Фурия Лидирует 1-0 Ну И В общем-то Посмотрим За последним Раундом Кредиты Брата Ксимирона Нет Не думаю Друзья Так Ну Что Арт Открывается Делает фраг По марке Юрий Бивает Еще И Вынити Здесь Выход Откуда Заканчивается В общем-то По сути Ничем Купер 13 КП Он так же Падает Последний 1 в 5 Ну Ну Похоже Что Десяточка Будет На табло Как бы Здесь Конечно Не старался Настреливал Миллионы Фрагов На 20 ХП У него Минута Времени Бомба Не под Его контролем Ну и Юрий Заканчивает Первую половину Своим счетом 10-5 Друзья 10-5 Команда Фурия Забирает Первую половину На карте Оппонента За защиту Разумеется Но Так или иначе Это Очень неплохой Задел Ну и В общем-то Команда Фурия Показывает Достаточно Интересный Контер Страйк Друзья Сразу Скажу По поводу Рофлов Не рофлов На всякий Случай Мало ли Кто-то Действительно Подумает Что это повтор Друзья Это не повтор Это прямая Трансляция Live 25-го Числа В 4 утра 10 минут В московском Времени Мы смотрим За гранд-финалом Турнира Dreamhack Соответственно Победитель Получает Слово На Основную Стадию Турнира Вот Поэтому Всем еще раз Доброй ночи Приятного просмотра Слабо Зачитать Рэпчину Если United Комбэк Нот матч Ха-ха Да легко Если United Выиграют Игру Вообще Изи Договорились Друзья Но Вы же понимаете Насколько Мал шанс Того Что Это Произойдет Ха-ха Друзья Также Не забывайте Подписываться На соцсети На Непосредственно Инстаграм На ВК На соцсети Рухаба На мои Соцсети Вот Ну и В общем-то Также Сегодня Такой Большой Акции День Все Кто Подписывается На Инстаграм Друзья Я Лайкаю Вот Поэтому Зекреги Заходите Подписывайтесь Имеете Открытые Профили Я Обязательно Зайду В перерыве Вас Пролайкаю Скажу Вам Что Вы Красавцы И Все Такое Ну Что Полетели На Вторую Половину Господа Фурия Заатакуют Юнайтед Защищаются Смоки Падают На Улицу И Потихонечку Уже Там Пошел Выход Ребята С команды Фурия Ксирата Где Ксирата Находится В рампах Насколько Я понимаю Опять же Радар Не всегда Расположен Так Чтобы Можно было Понять Где Находятся Игроки Потому что Ну Здесь Карта Нюкс Поставляет С собой Такой Пленд Ничего себе По марке Тут залетает По голове Он вообще Не успел Ничего увидеть Уже Получил Почти что Летальный урон В итоге Муз открывает Убивает Виник Сирата На размене 4 в 4 Ситуация Арт убивает Еще и Фурия По итогу 4 в 3 Большинство За ребятами С команды Фурия Юрий Врывается И там Находит Сверху Игрок Он об этом Знает Разумеется Убивает Купера Сейчас Убивает Одного Убивает Еще и Второго Юрий Убивает 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 тогда не лайкну друзья у меня кстати где-то в группе вконтакте был клип даже комментировал мажор тоже на карте нюк и вот там вот такой такая зачистка была друзья просто позавидует действительно кто-то наверное но не суть об этом мы поговорим немного позже если вообще поговорим пока у нас тут интереснейший матч в общем-то команда фурия разделывает команду и юнайт на карте последних отрывается по 90 м джух джух но правда тут марки делает фраг вместе с купером и поэтому ситуация 33 играбельное более-менее нужно заходить ставить бомбу мусс подбирает галью девайсы есть но дифус китов нет а бомба то уже ставится тут юра который закрывает просто двоих юрчик что что ты делаешь дружище как ты закрываешь этих парней из и юнайтед двенадцатый похоже что не думаю что даже ксераты здесь пропустят купера к пленту если тот пойдет но возможно тут просто будет на выбивание стоять 12 5 4 раунда отделяет команду фурии от победы на второй карте ну и разумеется отсчета 2-0 напомню что да это был 5 но том моменте что так как ребята из команды фурии прошли с верхней сетки у них есть одна карта техническая уже победа все меньше и меньше на самом деле сейчас используется такой формат игр то есть большинстве стоим отказались ребята которые проводят турнир организаторы от решений через верхнюю нижнюю сетку вот этот гранд-финал с одной победой но все же на некоторых он еще остался так или иначе это именно выбор организаторов они сами хотят точнее они сами организуют им как бы решать это очевидно но все же в большинстве своем как бы так она есть сделали по фрагу коллектив один другой арт заходит спин убивает еще и купера ждал но там не было девайсов вине бежит вперед видит что все хорошо и уходит назад бомбу то ставить надо наверное вине не знаю догадывается есть ли у него бомба или нет надо подсказать наверное ну просто не торопится ребята вине до сих пор не уверен в том что у него бомба убивает марки опять не знаю что у него слушайте они может просто не хотят бомбу устанавливать может я тут сейчас сижу гоню на вине они на самом деле просто хотят без бомбы закончить раунд и взять на нож фуда так не будет все-таки не догадался что бомба у него 13 раунд ребята забирают для себя ну и буквально три раунда отделяют их от победы очень сильная игра невероятно сильная игра бразильского коллектива что тут действительно таить друзья третья карта будет карта до инферно это уже будет пик бразильцев карта действительно очень хороша для бразильская я зашел сейчас друзья к нашему партнеру к понимать посмотреть коэффициенты за них сколько сейчас дают на фурию 104 на победу фурии против 9 невероятные коэффициенты конечно но все-таки фурии надо нажать до конца этот матч все еще не закончена бомба устанавливается ты был джей ситуация более чем играбельная но тут и на этот нужно цепляться за шансы выньте заходит уже с улицы может попробовать наказать с их оппонентов если те не будут смотреть как раз таки выход отсюда юра выньте убивает ксерата юрий на размене убивает марки информация должна быть наверное еще о втором но бомба то тикает с каждой секунды и времени все меньше и меньше у коллектива и юнайт и табл джей делать рак по фуду диффуз киты имеются имеются только лишь одни там вини остается живой бомбу нужно диффузить но нет это выигранный раунд для команды фурии вини убивает еще и муза и взрывается купер последний раз взрывается как-то убежал 14 5 фурия берет для себя еще один раунд но и в общем то все больше проблем и все меньше шансов у ребят из команды юнайтед так вот а по поводу следующей карты друзья карта будет до инферно целом вот это уже будет весьма интересно но конечно не знаю и на этот играют инферно играют но еще больше играют инферно команда фурия вот в чем проблема если например мы адекватно понимаем что это пик команды юнайтед то инферно же это пик ребят из команды фурия ну конечно да взяли и на этот пять раундов за атаку но это покажет единственные пять раундов которые они смогли забрать ну что 45 меньшинство он для бразильцев винем врывается в рампу делают два фрага команда фурия да беда 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 бомба будет останавливаться 4 в 3 для фурии размены но это все конечно же на руку бразильскому коллективу друзья вот я тут смотрю чат некоторые люди пишут что команда фурия расслабиться вы знаете друзья много кто думал так честно скажу эти ребята не расслабляются вот послушайте меня я знаю чем горе я очень много матча откомментировал ребята с команды фурия и они играют реально до конца все всегда абсолютно играют до конца даже выигрывая при счете 15-5 они всегда доигрывают до конца эту игру именно вот есть у этой команды то чего нет у многих других коллективов что они играют на дисциплину это действительно не отнять у французов бразильцев конечно ребятам в этом плане огромные молодцы тем более ну конечно расслабляться в финале который шел три дня подряд для них за слот на dreamhack но это уж точно расслабляться никто не соберется расслабляться никто не собирается друзья как хрица да бывает и такое ну что он шестой раунд выньте открывает дверку он и уходят грится настоящих манерах лондона ну давайте смотреть минута 15 на таймере выньте стоит по-прежнему ждет уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху вид находит фраг по музу он купер на размине убивает юля Ну и, в общем-то, все Пока что На сию секунду Будут ребята заходить Похоже, что все-таки подаплент Возможно, последний раунд мы сейчас увидим карты Дынюк Ксератор откидывает Смачок, ну хорошая позиция Марки Очень хорошая, она не читается Ну и, в общем-то, арт остается последний Он здесь падает Поиграем, посмотрим еще точнее Этот матч Поиграют еще коллективы, пока что Юнайт уберут шестой Ну что, камбэк Израиль Или не Израиль, друзья Пишите в чате, что вы думаете По этому поводу Кто знает Как Уж Поведет себя Команда Юнайт, может сейчас как скажет Ребята, вы знаете Я что-то тут подумал Давайте все-таки выиграем Все, кажется, базару ноль Сейчас выиграем Всякий случай После раунда Посмотрим, как он Вот Вот, понимаете, о чем я говорю Тут Фурия может выиграть раунд Вообще без всего То есть, вот настолько Уровень, как бы Выше коллектива Я не знаю даже, что тут говорить Но, то есть Это очевидно Очевидно, когда ты смотришь Вот это все И ты видишь, что Фурия Бьется до конца Фуд открывается Убивает Эйбл Ж Юрий на размине Два в один ситуация В большинстве Фурия Бомба тика И пуски-то имеются Смог также есть Но сложная Сложная, конечно, ситуация Для Муза Бомба идет Дефузиться Но На самом деле Это фейк Это 16-6, друзья Команда Фурия Все-таки выигрывает Пик оппонента Просто В нулину Вроде как Хорошее начало было от Юнайт И взяли 5 раундов За атаку Но За защиту В общем-то Ничего Абсолютно Следующая карта У нас будет Карта Дэйн Ферна Это будет пик уже Ребят из Бразилии Поэтому Скоро мы увидим Этих ребят Действовать на своем пике Друзья А я напомню Что для вас работает Студия РХАП Микрофон Александр Закрег и Думенко Огромнейшее всем спасибо Кто в столь поздний час Находится на трансляции Я пошел вас за это Облагодарить в инстаграм Всех лайкать Поэтому подписывайтесь на меня Закреги И разумеется На соцсети Рухаба И всех-всех-всех Все, друзья Небольшая музыкальная канал На паузу И ворвемся На вторую карту На карту Инферно